здравствуйте мои дорогие друзья я хочу рассказать вам о том каким образом умирали и были преследуемые первые сыновья божьи сыны света о том что происходило после распятия эммануэли я уже выкладывал это видео и она также была озвучена на этом же месте на котором я сейчас нахожусь и это видео стало так скажем предметом насмешек издевательств и всяких там хуле не и так далее то есть именно нарезку из этого видео используют нечистые так скажем душою люди вот и так скажем издеваясь до над тем откровением которое было сказано мне я хочу озвучить это вновь потому что оригинал того видео я удалил ну удалил по причине того что там я плакал хотя я ну не стыжусь слез своих но понимаю что для людей это выглядит безумием вот но все же хочу так скажем ну как говорится задокументировать то откровение которое ко мне пришло и как она разворачивалась для меня первое с чего все началось это с раскрытие имени эммануэль что значит с нами бог как я уже говорил ранее у меня за 20 лет моей веры в бога накопилось ну немало так скажем вопросов один из вопросов был это значение имени то есть почему события вроде как ну по свидетельству евангелия происходят в израиле а имя греческое то есть иисус христос их тис их тис это греческая аббревиатура то есть рыба их тис ну вы знаете что у христиан вот этот их тис рыбка рыба это считается один из символов христианства первое откровение когда стало меня посещать и голос его тот же самый голос божий который я слышал и слышу на протяжении так скажем все свои жизни да вот христианская он всегда говорил но говорил коротко говорил четко короткие предложения говорил обычно ну какие-то темы да у так то же самое когда обличал он или исправлял это всегда было с большой любовью то есть кто знает бога до его голос ну те знают о чем я говорю этот же самый голос заговорил со мной но как я уже сказал заговорил так как не говорил никогда и что я услышал это не было слышимо физическим ухом это не было какие-то видения там еще что то то есть это происходило в обычной обстановке как это обычно со мной бывает то есть начинает идти поток информации в виде получения ответов то есть это звучит как информация внутри меня то есть она ну грубо говоря как пишется во мне или как я это говорил звучит ну в общем во внутреннем человеке до идет поток информации как откровение ты ты просто получаешь это впитываешь это так вот было следующее показано мне то есть в духе да ну говорит чтобы вам было более понятно первое сразу открылась дверь первое имя эмануэль то есть мне было сказано я как уже говорил не забуду эти слова никогда я не их тис я не рыба как он говорит меня зовут эмануэль также была показана но в духе как информация опять же видение я не видел картины образы я этого ничего не видел и ушами вот этими я ничего не слышал вся картина в внутренние так скажем диалог да то есть я задаю вопросы и тут же идут ответы причем это сверхъестественно это это не домыслы какие-то человеческие мои там не фантазии там не что-то от ума моего это правда его голос эмануэль да то есть я видел ну видел я имею ввиду сердцем да вы уже понимаете да что кричали эти римские солдаты и когда волокли его они кричали какую рыбу мы поймали какую рыбу мы поймали как я уже сказал эти слова все слова которыми они хулили это имя все эти слова они висят в воздухе и встанут перед ними в день суда также они волокли избивая ну вы читаете да там описание есть в евангелии как это все происходило также они кричали это то что ну этого не написано в евангелии это то что ну я слышал да то что мне было в духе показано какую рыбу мы в поймали кричали они они волокли его да и во время избиения там допросов всяческих вы знаете что даже в евангелии говорится что когда его допрашивали он молчал так вот этих воинов больше всего бесило когда он молчал во время истязания от этого они клеймили его молчаливая рыба рыба вот отсюда вот именно от этого молчания молчаливая рыба и было данное ему клеймо их тис что в аббревиатуре греческое расшифровывается как иисус христос там сын божий спаситель вот откуда было наречено ему имя иисус христос то есть их тис это конечно было для меня ну такой взрывающей информации таким мощным потоком и это не все что я еще говорю все что было мне показано и сказано на протяжении нескольких дней длились откровения первое его волокли да он молчал он действительно терпел всю вот эту боль он умирал достойно не было страха в его глазах то есть он не умолял их о пощаде ну и так далее и имя я не забуду это никогда он сказал это я просто это вот это весь мой внутренний человек слышал это имя весь мой внутренний человек меня зовут эммануэль я не их тис я не рыба меня зовут эммануэль эммануэль вот именно с таким произношением эммануэль в нашем синодальном переводе это имя звучит три раза два раза ветхом завете один раз в новом завете но звучит в искаженном варианте как иммануил также мне было раскрыто имя бога когда эммануэль то есть я не говорю иисус христос говорю эммануэль когда эммануэль был распят на голгофском кресте последние слова были сказаны эль мой эль мой ты не оставил меня они нам греки когда все это составляли написали как или или лама сам от хване но тот же голос который говорил со мной и сказал что его зовут эммануэль они их тис он же мне показал и я слышал эти слова в духе что на кресте и умирая он звал его по имени эль эль мой эль мой эль эль ты не оставил меня отсюда мне раскрылось имя отца как и было сказано что откроется имя отца то есть это я озвучил следующая примерно на следующий день мне пришло откровение как погибали сыновья света и их преследовали и карали именно за это имя за имя эммануэль что значит с нами бог я находился в этой же комнате только напротив так что так как я не выспался утром дети рано очень встали и так далее я пошел поспать утром рано утром я перешел сюда на эту половину лег на диване напротив лег спать уснул где-то сначала шестого утра да там и спал я часов до девяти до начала десятого я открыл глаза выспался кто-то мне еще написал сообщение пришло я ответил и я лежал с таким просто приятным чувством да вот и голос его заговорил со мной снова тот же самый голос который сказал что он эммануэль что он не их тис и что на голгофском кресте было сказано эль мой эль мой ты не оставил меня тот же самый голос заговорил со мной и стал показывать мне преследование сыновей света сынов света как их карали они умирали той же самой смертью по примеру эммануэля они умирали достойно в действительность это все пошло через мое сердце и не могу это передать всю вот эту боль которая ну вот эти страдания я не могу это передать да то есть что через меня прошло глубочайшее сознание вот этого подвига терпения мученической смерти достойности до когда их перепиливали их жгли их там рвали на части их избивали и они молчали то есть не было страха в их глазах и самое больное что мне было показано как сегодня христиане друг друга бьют и стязают рвут на части в духовном смысле для этого они как раз таки используют библию для издевательства друг над другом с помощью слов которые там написаны они моральным террором занимаются и вот мне было также сказано что же вы делаете да то есть но это я уже обращался к верующим на что происходит меня это так сокрушила что я просто ревел просто ревел почему ты со мной бог говоришь то есть почему я я не понимаю для чего ты мне это говоришь вот такие вещи я осознаю что ну такого я не слышал нигде и никогда и ни от кого и ни в какой книжке такого не читал я также вот эта рыбка которую вы там вешаете на холодильнике на машины все это было клеймом то что вам рассказывают как мне было сказано то что в христианам рассказывают что рыбка это якобы был такой пароль христианский типа рыбка якобы все ученики были рыбаками поэтому рисовали рыбку это историческая ложь ложь рыба это позорное клеймо которым клеймили эмануэль то есть называя его их тисом рыбой а также последующих детей света клеймили и тем же самым клеймом и это клеймо выжигали кстати на их телах во время истязаний когда их карали но все они реально умирали достойно то есть но это так основная информация конечно то что через мое сердце прошло то есть это второе до первое было показано смерти мануэля второе было показано смерть детей божьих и третье раскрытие того кто есть мануэль что вот это византия иудеи всех то участвовали византия рим в смысле да римляне иудеи и греки они также оставили свою роспись на табличке которую прибили на греческом римском и еврейском языках да они же после этого устраивали гонения убивали всех последователей эмануэля и их уничтожали карали их смертью да там ну вы знаете даже в евангелии об этом говорится там они их камнями забивали уничтожали потом уже позже конечно в истории инквизиции до начались но мне было также сказано через некоторое время я опять проснулся утром было прекрасно утро я вышел на порожек сел на порожки на ступенечки просто сел ну как на солнышке хорошо сижу и тот же самый голос снова со мной заговорил заговорил точно также внутренняя информация эмануэль мне было показано это женское имя это была женщина я расплакался все я расплакался у меня потекли слезы я говорю боже я не понимаю что это неужели я я что с ума что ли схожу у меня что крыша едет какая женщина я не понимаю говорю зачем ты мне это говоришь я не понимаю какая женщина тут же тут же он мне сразу показывает смотри вы люди созданы по нашему образу и по нашему подобию это тут же прям все также происходило пока вот я сидел на ступеньках это длилось несколько минут его голос говорил со мной вы люди созданы по нашему образу и по нашему подобию как я говорил раньше я думал ну что это был бог и ангелы которые сказали то есть бог сказал обращаясь к ангелам сотворим человека по нашему образу я считал что это ангелы были соучастники творения другие говорят это отец и сын творили третье говорят это был отец и сын и дух святой но мне было четко сказано смотри вы люди созданы по нашему образу и по нашему подобию как муж и жена также имя эмануэль это единое имя составляющая имя создателей или создателя бога да можно говорить в как в в одном или как во множественном числе вы знаете что к богу относится одно из имен элахим элахим означающая множественность бога то есть не в едином лице а во множестве как множественно элахим и так имя эмануэль мне было показано эмма и эль эль это то имя которое призывалось на голгофском кресте эль эль это имя а эмма мне было сказано это женщина и мы люди созданы по их образу и по подобию другими словами эта земля принадлежит эмме и элю эмма и эль это создатели нашей земли это те кто создали нас мы их дети мы их образ и их подобия как муж и жена то есть мы мужи мне было сказано мужчины созданы по образу и подобию отца небесного а жены созданы по образу и подобию нашей матери эммы эмма это означает мама также эмма означает это жизнь женское имя эмма эмма и эль а все вместе это эммануэль что значит с нами бог вот что мне было сказано это что было мне показано на протяжении нескольких дней эммануэль вот эта приставка ну она звучит как мы на французском после этого также я увидел фильм также бог показал этот фильм не да я исследовал и события которые описываются в библии по всей географии они подходят как раз таки на францию то есть другими словами эммануэль была распятого франции события происходили франц во франции но лживыми историками ну не то что там по умыслу а теми кто все вот эту затеял да кто это затеял участвовали в этом впоследствии рим греки и иудеи да но потом эти царства уже между собой разделились и вроде как сейчас сами по себе да то есть вот эта группировка которая раньше в истории давно еще участвовал напрямую во всем этом то есть так мне было раскрыто и имена наших создателей эль и эмма то есть мы люди созданы по их образу и по их подобию то есть я понимаю что мне теперь с этим жить до конца вот и передаю поэтому это вам и так первое было раскрыто имя эммануэль но я еще не знал кто это был то есть я всегда считал что это муж и ведь мы привыкли что иисус христос это мужчина но эти люди которые участвовали в распятии до в убиении так скажем эммануэль они заметали полностью следы поэтому переписали евангелие на свой лад это была женщина но они написали что это был мужчина иисус христос то есть их тис то есть это гигантская мировая фальсификация я знаю что от меня отворачиваются клевещут но я не могу молчать это перевернула мое сознание и собрала все в моей голове как пазлы дали как кубик рубика ну вот так дорогие мои друзья вот это я хочу чтобы было ну так скажем задокументировано чтобы вы это знали чтобы вы об этом думали вот так так что нас во многом обманывают многие исторические факты или данные которые мы имеем в мире в любой сфере деятельности ну ребята во многом они или смешаны наполовину с ложью или вообще являются в принципе фальсификации то есть то как нам выдают за правду на самом деле не правда поэтому когда вы молитесь во имя иисуса равно как я это делал 20 лет но на самом деле на ваши молитвы отвечает эммануэль почему мне именно это было сказано и открыто ведь вы сами подумайте до такого додуматься невозможно это реально было откровение моему сердцу это реально голос его говорил со мной также и ключи вот этого знания мне были данны и для вас я этот ключ применяю то есть первое имя эммануэль то имя которое было практически стерто с памяти народа второе что эммануэль это была женщина это мать наша которая училась здесь своих сынов учила их любви и света вот так ну и третье да то есть второе грубо говоря по счету у меня это вторым было да это смерть как были преследуемы сыны то есть убиваем и были за имя эммануэль кстати убивали их христиане христиане но те кто называли себя христианами это именно вот рим вот этот карательный орган инквизиторы именно они впоследствии собрались написали с помощью греков греки это так скажем писатели вот красивые сочинители евреи греки и римляне то есть все это было собрано впоследствии на их синодах составлено нам в форме библии и так скажем библия уже насаждалась как исторический документ официальный документ церкви но какой церкви всемирной а это у нас были греки и рим и православие да ну потом уже в истории там между ними разделение но суть есть и она вот такого суть я вам это передал вам теперь с этим дальше жить разбирайтесь в этом вот то есть я не тот человек который будет молчать поэтому ну вы понимаете да сколько бы вы не клеветали не обзывали но вы меня не остановите просто я не могу то есть это во мне вписано во мне просто-напросто это на всю жизнь со мной останется я мог бы много еще он чё рассказывать я даже знаю кем я буду после того как моя жизнь закончится и что я буду делать об этом я вам говорить не буду я благодарю вам спасибо вам за внимание от всего сердца буду всегда продолжать служить вам помогать потому что мое сердце всегда влечет служить людям и помогать будьте светом миру любите друг друга и да благословит вас бог а и в заключении насчет того кто клеймил кто дал эту кличку это было все-таки позорное клеймо их тис также мне было показано когда я задался этим вопросом их тис с обратной стороны прочитать получается ситхи ситхи я не знал кто они такие потом изучил в интернете именно ситхи клеймили рыбами ситхи это воины зла воины тьмы ситхи ну также на территории франции проживали ситы ну ситы это понимаете да какой народ и кто это что это за народ так что это для меня было еще одним подтверждением что ситы это реальные личности ситхи это реальные личности и ситхи реально живут среди нас это грубо говоря бесы во плоти ситхи и питаются они вашей энергией так как сами не имеют доступа к свету то есть не имеют доступа в присутствие царства божьего ситхи люди бесы во плоти служители бесов сатаны они питаются вот этими отрицательными эмоциями вашими страхами и так далее то есть но это видно на примере вот вы в интернете сидите как я уже говорил там там вас клевещут обзывают дерзят вам для чего для того чтобы питаться вашей энергии для этого приносились все и жертвоприношения вы знаете что сатанисты жертвоприношения приносят своему хозяину почему потому что их хозяин сатана питается вот этой энергии мне сказали что недавно дают я услышал что эта энергия гавах называется и вот бесы вот этим гавахом питаются потому что бесы это бывшие ангелы светлые но как они перешли на темную сторону да и стали служить смерти и извращать все вот в таком зеркальном порядке то вот они светом не могут наполняться и они вот питаются вот этой жизненной энергией или не гнушаются как падальщики энергии умирающего животного питаться подпитываться так вот ну а конечно высшая для них энергия это конечно убивать святых да и вообще просто устраивать кровавые месиво на этой земле ну так я знаю что за это откровение которое я излагаю публично я знаю раньше за это убивали казнили за это уничтожали и я понимаю что в моей жизни в любой момент может грозить опасность абсолютно это сознаю но я же воин света я знаю кто я я знаю для чего я родился я знаю свое предназначение жизни я даже знаю ладно неважно друзья на этом у меня все оставайтесь на канале даже если вы считаете что у меня едет крыша прислушайтесь слушайте свое сердце совесть и разум это три вещи через которые говорит бог бог он не бумажный он живой реальный и настоящий знать его лично и предназначение своей жизни это самое ценное и лучшее для человека в этой земной жизни с этой жизнью ничего когда она кончится ничего не заканчивается жизнь продолжает и вот именно от того как вы живете здесь зависит то где вы будете впоследствии благодарю вам до следующих встреч